Дорогая Церковь, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, которые посетили наш Дом Молитвы, и друзья, которые находятся с нами в прямом эфире, я приглашаю всех снова обратиться к Первому Соборному Посланию Святого Апостола Иоанна. Первая глава, мы прочитаем первых четыре стиха. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца, и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенная. Братья и сестры, среди многих благословений в христианской жизни есть одно очень важное благословение – это общение. Тема моей проповеди сегодня так и называется «А что такое христианское общение?» Братья и сестры, мы очень часто употребляем это слово. Мы приглашаем на общение, мы идем, откликаемся на общение, мы говорим, приглашаем на молодежное общение, на подростковое общение, общение братьев, общение сестер, мы говорим о молитвенном общении, мы говорим общение за столом, продолжим после собрания, или приглашаем на чашку кофе за столом, это тоже подразумевает общение. мы хорошо понимаем, что есть определенная разница по своему содержанию, по своему характеру между этими общениями, правда? Потому что, если я скажу, братья и сестры, мы имеем очень близкое, тесное общение с Господом. Я скажу, мы имели общение за чашкой чая. Мы понимаем, что это совершенно разные общения, но тем не менее мы понимаем, что общение – это очень близкие какие-то отношения, это связь, это то, что тесно соединяет двух людей, которые присутствуют на этом общении. И вы знаете, апостол Иоанн очень хорошо понимал ценность христианского общения и написал, я вам скажу, целое послание. В первом главе употребляется он четыре раза упоминает слово «общение». Когда мы с вами просматривали первый, второй, третий стих, братья и сестры, каждый раз мы встречали, и он несколько раз употребляет это слово, что мы слышали, что мы видели, что сязали своими очами, что рассматривали, что сязали руки наши. И он вновь и вновь об этом говорит. Братья и сестры, ведь это тоже, что хотел Иоанн донести до своих слушателей, что он имел в виду? Он тоже говорил об общении, о том, что в жизни Иоанна Богослова других апостолов было время, когда они очень близко, лично, лицом к лицу, что делали? Общались со своим учителем, правда? Но интересно, братья и сестры, в третьем стихе он снова об этом говорит. И обратите внимание, он потребляет несколько слов схожих. Он снова говорит, что мы видели и слышали и возвещаем вам. Иоанн, что ты хочешь еще возвестить нам? Он хочет возвести церкви и его читателям очень важную истину. Он приглашает к общению. Но в очень интересной форме. Обратите внимание, братья и сестры, что вы имели общение с нами. Хорошо? Но затем он говорит, но наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. Иоанн прекрасно понимает, что просто наше общение, оно может быть ограничено. Что мы можем дать? Сколько оно может длиться? Получат ли его слушания или удовлетворение полное? Но затем он соединяет. Он берет и говорит, наше общение, друзья, мы вам что-то дадим намного большее. Потому что наше общение – это с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. Братья и сестры, Иоанн говорит об очень серьезных вещах. Он пишет тогда, когда Господа Иисуса Христа уже не было на этой земле. Когда он не мог его физически видеть, слышать. Не мог возряжать на груди, не мог осязать руками. Но он говорит, в христианстве, в христианской жизни есть что-то особенное. Верующие люди могут иметь общение с живым Богом. И никто не может дать никакая другая религия, ни философия, ни наука. Никто не может этого дать. А в христианской жизни это есть. Иоанн хочет сказать, что жизнь Христа была явлена не только для того, чтобы верующие люди обрели спасение. Но чтобы верующие люди, Его ученики смогли иметь особую привлегию. Когда Христос на небе, а церковь на земле, а люди верующие говорят, а мы имеем общение. Братья и сестры, я помню, когда я пришел в армию, у меня была маленькая Евангелие, подаренная мной, друзьями, когда я шел в Евангелие. Я его всячески прятал для того, чтобы в нее ее не забрали. Потому что это была единственная, та духовная жизнь вдалеке от родных, от церкви. Я его читал, его выучивал стихи для себя, я питался им. И ребята, с которыми ближе уже мы служили, видели, что я читал, видели, что я очень рано утром до подъема уединялся для того, чтобы провести это время общения с моим Господом. Они говорят, ты какой-то ненормальный. Что ты там делаешь? Я говорю, я общаюсь с моим Господом. Братья и сестры, вам знакомо это? Это утренние часы, это время, дневные часы, вечерние часы. Один человек, который работал поваром, он дает свидетельства. Знаете, у него жизнь была весь день, проведенной на кухне, среди громыханий этих кастрюлей, сковородок, людей постоянных. Он говорит, то время, которое я, пребывая утром, начиная свое молитвенное общение, оно помогает мне провести весь день в очень близком отношении общения с моим Господом. И он может подтвердить эти слова, то, что говорит Иоанн о нашей общении с Отцом и с Сыном Его, Иисусом Христом. Братья и сестры, быть христианином, Иоанн говорит, это значит пребывать в общении с Ним. Он возвещает, братья и сестры, что общение есть. Почему он так настоятельно говорит, братья и сестры? Помните, мы уже говорили о том, что послание Иоанна было написано с определенной целью. Было очень много лжеучений, лжеучителей, которые хотели проникнуть в церковь, разорвать сила Христова, нести свою ересь. И особо было распространено учение, которое называлось докетизм, от греческого слова «докео», что означает «казаться». Это учение учили, что Иисуса Христа в теле не было, что Иисус Христос не обладал физическим телом, потому что они вообще отрицали физическую природу, считали она греховна. Поэтому всегда они говорили, что Иисус Христос, это казался, Он был на земле, но это казалось, что Он был в теле. Несмотря на всю абсурдность этого заявления, у них были сторонники. Братья и сестры, эти люди, Иоанн дает им такую картину, знаете, нелицеприятную. Эти люди хотели увезти людей, простодушных, неутвержденных из церкви. Они хотели насадить свое понимание Иисуса Христа. Они отвергали божественность Иисуса Христа, Его воскресенье. Они поднимали себя в том, что они люди безгрешные, поскольку не отвергали тело человека, оно считалось греховным. Братья и сестры, вот почему Иоанн так часто в первых стихах, Братья и сестры, говоря о Господе Иисусе Христе, Он вновь и вновь повторяет эти слова о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши о слове жизни. Он хочет сказать верующим, вам не кажется. Иисус Христос – это реальная личность, нам не кажется, дорогие друзья. Он хотел сказать своим братьям и сестрам, хочет сказать сегодня тем, которые, может быть, сомневаются, вам не кажется, нет. Иисус Христос, более того, не только Он был на земле, но Иисус Христос, когда Он уже на небесах, Он приглашает к общению и говорит, у нас есть общение, но наше общение – это с отцом и с сыном. Братья и сестры, для того, чтобы лучше понять, к какому общению приглашает нас Иоанн, нам глубже нужно посмотреть значение слова «общение» и какой смысл придает ему Писание. В греческом языке существует слово «кайнония». В русско-всенодальном Библии это слово переводится одним словом «общение». От этого теряется очень много, братья и сестры. Кайнония имеет четыре главных мысли, четыре главных значения. Первое – это взаимоотношения. Второе – это соучастие или сопричастность, быть сопричастным кому-то или к чему-то. Третье значение этого слова – это братское единство, иметь тесные отношения между братьями и сестрами. И четвертое интересное значение этого слова – это жертва, жертвенность или посвященность. Просвященность, братья и сестры, кайнония – это одно из самых ключевых слов во всем Новом Завете, которое обозначает, что важно для духовного здоровья христианина, что важно для самой церкви, для ее жизни церкви. И впервые в таком смысле оно встречается в книге «Деяния апостола», 2 глава, 42 стих. Мы очень часто цитировали в прошлом году, когда мы рассматривали и рассуждали о церкви, о жизни церкви, о цели церкви, о назначении. Братья и сестры – это известный текст Писания, который мы часто слышали, помните, и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. То есть та первая церковь, которая образовалась на этой земле в день Пятидесятницы. Смотрите, как звучит немножко в другом переводе. Они постоянно встречались, чтобы слушать учения апостолов, делиться общими переживаниями, преломлять хлеб и молиться. Братья и сестры, согласитесь, что читая эти сроки, нас не удивляет, что новобращенные люди встречались для учения, изучения Писания, говоря современным языком, изучения Библии, для хлебопреломления, для молитвы, но общения, какой смысл сюда вкладывается? Братья и сестры, иногда мы вкладываем в христианское общение неправильный смысл. Сегодня очень многие церкви, для того, чтобы привлечь людей, они создают программы какие-то, для того, чтобы люди прошли, могут просто пообщаться. Говорят, это будет такая свободная форма. Будут предложены какие-то, может быть, чай, кофе, просто пообщаемся ради общения. Вы знаете, я думаю, что если бы Первая Церковь имела такое общение, какие-то социальные просто программы или активность, то выглядит очень странно, что это общение поставили в один ряд с изучением Писания, молитвой, хлебопреломлением. Я думаю, что что-то намного серьезнее вкладывали первые христиане в это слово, правда? Кто-то сказал такие слова в теле, в котором плохо циркулирует кровь, очень мало жизни. В физическом теле, где плохо циркулирует кровь, очень мало жизни. Братья и сестры, общение – это и есть кровообращение в теле Христовом. Церковь обретает силу через общение и теряет силу без общения. Интересно, что в третьем стихе, который мы сегодня прочитали и рассуждаем, апостол Иоанн выстраивает библейскую модель общения христианского. Тема сегодня наша – что такое христианское общение? Братья и сестры, он говорит, что общение между людьми и Богом, Иисусом Христом, происходит в очень интересной последовательности. Знаете, существует опасность изменить подход, изменить в нашей жизни, в нашей практике, в нашей личной жизни, применять это благословение, истинное общение, о котором говорит Иоанн. Есть люди, которые любят общаться. Они как бы являются душой компании, душой общества, в котором находятся. Я говорю о христианском обществе. Общение ради общения. Оно неплохо поговорить о жизни, о прошедшей неделе, о планах, о бизнесе, о каких-то событиях, о знакомых. Все это неплохо, братья и сестры. Но я хотел бы сказать следующее. Замечали ли мы с вами когда мы собираемся и проводим часами подобно вот такого рода общения, где в центре нету самого главного, то, о чем говорит Иоанн. Не знаю, испытывали вы или нет какое-то, знаете, опустошение. Нету какого-то внутреннего удовлетворения от этого общения. Вроде бы поговорили, вроде бы пообщались, но нету внутренней радости, о которой говорит Иоанн. Потому что он и ведет, братья и сестры, четвертый стих, сие пишут, что вы имели что? Не просто, знаете, наслаждение, не просто хорошее настроение, что вы имели радость совершенную. Представляете, он подводит под вот такой формат, под вот такую модель христианского общения. Говорит, радость будете совершенную иметь. Есть другая группа людей или другие люди, которые ищут только духовного общения. Они избегают всякого общества. Они избегают всяких отношений с людьми. Они могут часами пребывать в Библии, слушать проповедь, молиться. Но, братья и сестры, это тоже не библейская модель общения. Эти люди замыкаются сами в себе. Они растут немножко однобоко. Они замыкаются от людей. Говорит, я имею особые близкие отношения. Но, вы знаете, порой к такому человеку трудно даже подойти. Он просто не хочет ни с кем общаться. Говорит, я общаюсь только с Богом. Братья и сестры, не в таком общении, говорит Иоанн. И вот такого общения тоже радости не будет. Христианское общение, братья и сестры, которому, говорит Иоанн, имеет два измерения. Это вертикальное и горизонтальное. Вертикальное измерение общения описывает Иоанн так, мы уже сегодня прочитали. Наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. Именно живое общение с Богом делает человека христианином, братья и сестры. Горизонтальное измерение общения – это постоянное участие в жизни друг друга, нас с вами, братья и сестры. Господь подарил и создал на этой земле церковь, которая физически представлена везде, во многих-многих местах на этой земле. Братья и сестры, люди собираются вместе. И в этом есть определенная воля Божия, в этом есть определенный план Божий, замысел Божий. Человек не может просто формироваться вне поместной церкви. Это не моя идея, это идея Библии, это Писание об этом говорит. И первые христиане, которые говорится вот во второй главе Деяния Апостолов, посвятили себя, братья и сестры, не какой-то социальной активности. Они не создавали какие-то клубы для того, чтобы вовлечь больше людей. Братья и сестры, знаете, что произошло там? Вдруг они осознали одну очень важную истину, и они обнаружили это в себе самом. Они поняли, что они очень разные люди, которые собрались вместе, но что-то их объединяет. То, что объединяет, очень четко и ясно апостол Павел передал в послании Коринфянам, помните, когда он говорит, что иудеи или елены были крещены духом, куда? В одно тело. И далее он говорит, что они были напоены одним духом. Братья и сестры, какая точная передача истины. Вдруг они осознали, что дух Божий находится во мне, в моем брате, и в моем сестре, несмотря на то, что мы очень разные. Они посвятили себя тем отношениям, которые исходят из совместного участия в жизни самого Бога. Братья и сестры, когда такие люди не собирались вместе, братья и сестры, что на первом плане у них было? Вот они, четыре очень важных истины. Поэтому это общение, которое у них было, братья и сестры, оно настолько было тесно сплетено о живом Боге, о переживаниях, о радостях, о бескушениях, о победах. Братья и сестры, такое общение! Я думаю, что каждый из нас пережил свою жизнь и переживает. Когда мы уходим с такого общения, братья и сестры, что мы испытываем? Радость, братья и сестры. Радость, которую дает Господь. Когда в послании Коринфянам апостол Павел, он пытается церкви помочь, потому что они приходили иметь общение. В послании Коринфянам это особая была церковь, проблематичная. Но они тоже проводили собрания, они тоже общались, но они тоже были людьми с характером, с эмоциями, с обидами, с претензиями, с первенством. И вот оно, говорит, дает им такое повеление, говорит, знаете, братья, когда вы сходитесь вместе, первое послание Коринфянам, 14 глава, 26 стих. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, кстати, псалом, не псалмы общего пения, а книга псалтырь, он имеет в виду, псалом, книга псалмов. Есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование. Все сие, да будет к чему? К назиданию, братья и сестры. То есть, чтобы церковь получила назидание. Это то, что практиковала первая церковь. Знаете, братья и сестры, когда я читаю эти строки, когда Иоанн говорит о нашей общении с отцом и сыном, знаете, что меня поражает и радует? С какой естественностью, с какой простотой говорит Иоанн об этом? Он говорит о нашей общении с отцом и сыном Иисусом Христом. Он как будто говорит о нашей общении с апостолом Павлом, с Яковом, с Петром. Иоанн, а как это происходит у тебя практически в твоей жизни? Что ты имеешь в виду, когда ты говоришь, приглашаю в общение, возвещаю вам, чтобы наше общение было с вами, но наше общение с отцом и с сыном его, Иисусом Христом. Каким образом у вас происходит где-то место? Мы тоже хотим побывать и посмотреть и принести в свою жизнь. Братья и сестры, давайте вспомним, что в оригинале канония имеет четыре очень важных значения. Взаимоотношения, соучастие или сопричастность, общение или братское единство и жертвенность, посвященность, жертва. Взаимоотношения, братья и сестры, когда мы говорим в нашей семье, мы имеем прекрасные отношения с детьми, с семьей, с женой, с мужем. Мы имеем, что говорим и об этом? У нас есть прекрасные взаимоотношения, есть понимание, есть доверие, есть послушание, есть любовь, есть забота друг о друге, правда? И мы прекрасно понимаем, что это правильно, что это нормально, эти взаимоотношения. Но когда мы говорим о Боге, братья и сестры, о нашей отношении с Отцом, я хотел бы сказать, что прежде всего, что общение с Богом, братья и сестры, такие отношения, о которых Иоанн говорит, это не усилия самого человека, это не исполнение каких-то церковных предписаний или исполнение церковного устава, это благодать, которую подарил нам Бог. Братья и сестры, это Он, инициатор этих отношений, это Он протянул нам руку общения, это Он тоскует, когда мы не приходим в эти общения, братья и сестры. Об этом Иаков, который хорошо понимал, о чем Иоанн говорил, об этом он пишет в своем послании, в 4 главе, в 5 стихе, Иаков говорит, или вы думаете, что напрасно, говорит Писание, до ревности любит Дух, живущий вас. Бог любит нас, братья и сестры, до ревности любит Дух, который в нас, возрожденный Дух, потому что там Он пребывает, там Царство Божие, там Святое Святых, там Он встречается с нами, братья и сестры. И для Бога не безразлично, это Он создал нас, братья и сестры. тот Бог, который когда-то искал Адама в Еденском саду после грехопадения, Адам, где ты? Это тот же Бог, который не удовлетворяется, Он хочет, чтобы Его творение, чтобы Его новый человек, который Он дал в Новом Завете, возродив через Духа Святого, откликалось на Его призыв, откликалось на Его общение. Братья и сестры, мы имеем в Библии множество примеров, которые говорят о реальных отношениях человека с Богом. Когда мы читаем Ветхий Завет, братья и сестры, я просто поражаюсь, я просматриваю эти тексты, останавливаясь над них, вчитываясь, вдумываясь, взглядываясь в образ жизни этих людей. Братья и сестры, думаю, настолько было возможно тогда уже люди, которые жили в Ветхом Завете, Енох, Авраам, Исаак, Иаков, Иосиф, Давид, Данил и многие другие. Это были люди, которые могли с Иоанном сказать о нашей общении с отцом и сыном. За Еноха упоминается очень немного. Помните, книга «Бытие» дает нам лишь две характеристики. Написано, «Он ходил пред Богом и угодил Богу». Бытие, 5 глава, 22 стих. «Он ходил пред Богом и угодил Богу». Братья и сестры, что это за хождение было этого человека, который угодил Богу? И что случилось с Енохом? Он восхитил его. Он забрал его. Он не увидел смерти, братья и сестры. Это значит всего ставить Бога впереди себя. Прежде всего, он ставил Бога впереди себя. И он ходил, братья и сестры, каждый день, как будто Бог был пред ним. В понимании того, все Господь видит. Начинается день «Господи, я здесь». Я не знаю, как это происходило практически, но вот это слово «он ходил», то есть он ставил Бога в буквальный период впереди себя. Он жил в близости с Богом. Когда мы читаем 41-й, 41-й псалом, 41-й псалом, 2-й, 3-й стихи, интересно упоминается «Хождение сынов Кореевых». Там есть прекрасные слова. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Божия. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь при лицо Божие». Братья и сестры, что это за состояние человека, правда? Они сравнивают эту лань, творение Божие, которое тянется к водичке, к потокам воды, чтобы удовлетворить свою жажду. Они сравнивают себя и говорят, так наша душа тянется к Богу живому. Обратите внимание состояние Давида, который мог сказать о нашей общении с Отцом. Псалом 62-й, 2-й стих, «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой и сохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище». Братья и сестры, только представьте вот состояние Давида. Для него было прежде всего. Обратите внимание, как он настолько открыто, искренне говорит, «Боже, Ты Бог мой, просыпайся от ранней зари». Это был царь, у него было много забот, велись войны, нужно было многие-многие совещания, встретиться с людьми, дать какие-то указания. Братья и сестры, просыпаясь, его сердце трепетало, и он жаждал, говорит, «Я хочу иметь эти отношения с моим Богом, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел во святилище». То есть он имел этот опыт. Братья и сестры, пророк Исаия говорит об этих отношениях, 26 глава, 9 стих, «Душою моею я стремлюсь к Тебе ночью, и Духа моим я буду искать Тебя во внутренности моей с раннего утра». Пророк Исаия, братья и сестры, настолько близко, разные люди, которые жили в разное время, имели разные переживания, трудности. Где ищет Бога, братья и сестры, с раннего утра? Настолько новозаветний принцип, настолько духом пропитаны, братья и сестры, слова великого апостола Иоанна, «Душою моей я стремлюсь к Тебе ночью, от Духа моим буду искать Тебя во внутренности моей с раннего утра». Можно еще один текст, братья и сестры? «А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место и там молился». О ком это? Это новый завет, братья и сестры, это об Иисусе Христе. Что объединяет этих людей, братья и сестры? Господи, Ты же Бог, Ты же Сын Божий, Который пришел на эту землю, Ты же абсолютно вседостаточный, Ты не имеешь нужды ни в чем, братья и сестры. Обратите внимание, настолько близко душа и Господа Иисуса Христа, она искала этого общения. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место. Для чего? А чтобы иметь вот эти общения, отношения с Богом, братья и сестры, а в нашей жизни это есть. К сожалению, не все верующие, братья и сестры, понимают, что есть определенные отношения, братья и сестры, не только тогда, когда мы приходим в церковь. Здесь тоже мы слышим Слово Божие, здесь тоже мы имеем эти общения, тоже мы слышим Господа, братья и сестры, но Писание учит, и Иоанн об этом и говорит, и призывает верующих людей к общению с Отцом и Сыном. Он говорит, что в нашей жизни должно быть время, когда мы уделяем ему этим отношениям. Кто-то это делает очень рано утром, и это прекрасное время. Кто-то, может быть, в течение дня находит, кто-то, может быть, вечером, братья и сестры, но это должно быть эти отношения. Мы как-то смотрели в нашем собрании свидетельство Ричарда Уордман. Это пастор, помните, который во время Второй мировой войны был заключен гестапо в тюрьме, и он дает свидетельство уже освобожденный, когда он освободился, был на свободе здесь, в Америке. Он свидетельствует о времени пребывания в тюрьме. Он прошел страшные пытки, ужасных условиях. Им не давали есть, пить, их унижали, но, говорит, были моменты, когда руки наши были скованы цепями, но присутствие Божие было настолько реальным, что мне казалось, что Христос просто прикасается ко мне. И что происходило в человеке, когда его ноги касались бетонного пола, когда его тело было изнеможденное. Говорит, я чувствовал такую радость на сердце, я чувствовал такое переживание внутреннее, братья и сестры. Вот об этом Иоанн пишет сегодня церкви, братья и сестры, для того, чтобы противостать вот этим лжеучениям, которые говорят, что Иисус Христос это нереальность, это кажется. И если кто-то сегодня говорит, да ну вы усложняете, что-то вы такое говорите, братья и сестры, нам не кажется. Это реально то, что сегодня можно иметь эти близкие отношения с Господом. Перед тем, как я вышел сюда на эту кафедру, мы пели с вами гимн. Я обратил внимание, пели все, нет больше утешения, нет радости полней, как быть всегда в общении с Создателем людей. Мы пели такой в четвертый куплет, но выше есть общение. Общение двух друзей, он друг мой, где ученье, где истина, светлей, братья и сестры, авторы, которые писал, он писал на основании слова апостола Иоанна. Возвещаем вам, что вы имели, и вы имели общение с нами, а наше общение с отцом и с сыном. Прекрасный припев, сладко, чудно быть в общении с Ним, вечном с Ним. Сладко, чудно быть в общении с Ним. Послание Коринфянам, первая глава, девятый стих, первое послание Коринфянам, апостол Павел говорит так, верен Бог, которым вы призваны в общение с Сыном Его Иисуса Христа, Господа нашего. Братья и сестры, отношения с нашим Господом Бог гарантирует и говорит, что это Его отношения, это Его инициатива, Своя верность, Своей верность, Бог верен, Он не откажется, Он не откажет самому слабенькому, самому маленькому, тот, который только родился духовно, тот, который находится вдалеке, может быть, где-то от церкви на одре болезни, тот, кто находится в темнице сегодня за имя Господне, за Слово Божие. Те, которые находятся, может быть, в церквях, где нету даже служителей, собирается несколько человек, чтобы помолиться вместе, а я таких церквей много видел, братья и сестры, то Иоанн, и апостол Павел вместе с Иоанном говорит, что верен Бог, Он не обманет, которым вы призваны в общении Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего. Любым выражением апостола Павла, я нахожусь в Священном Писании, было его слово во Христе. Помните, да? Во Христе. Вот с помощью Его написывает то единство, которое существует между Христом и верующими. Но, братья и сестры, когда мы говорим об общении, отношениях наших, вот этих близких, личных с Богом, есть одно но. по нашему положению, которое мы имеем во Христе, братья и сестры, мы имеем все во Христе, правда? Когда мы изучали послание к Ефесинам, то мы читали, что благословен Бог, благословивший нас всяким духовным благословением, где? В небесах во Христе Иисусе благословил нас всеми благословениями. В послании к Ефесинам апостол пишет, что мы посажены во Христе Иисусе, где? На небесах. То есть, во Христе имеем огромное благословение по нашему положению, которое во Христе и Бог смотрит, это действительно так. Но есть другая сторона этой истины. По нашему реальному состоянию, братья и сестры, это то, что происходит сегодня с нами. Пользуем мы этими благословениями на небесах, в земной нашей жизни. Когда мы говорим о взаимоотношениях, предполагается, что два человека должны. Братья и сестры, если вы пригласите кого-то в гости, говорите, давайте придем, пообщаемся для молитвного общения в гости на день рождения, человек не захочет принять приглашение. Скажите, получится это взаимоотношение? Не получится, друзья. В этом участвуют две личности, два человека, две группы. Вот точно так же в духовной жизни, братья и сестры. Бог жаждет, да ревность он любит. И он верен и приглашает. Братья и сестры, это от нас зависит. А как мы используем? Да ладно, потом. Да я был уже на собрании, да я уже читал слово. Братья и сестры, и тогда мы чувствуем, что в нашей жизни что-то происходит. Не приходит то радость совершенно, то полнота и счастье. Поэтому апостол Павел в послании Ефеста нам говорит, да даст вам по богатству славы своей, 3 глава 16 стих, крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, а потом говорит, верою вселиться Христу в сердце ваше. Он тоже говорит о этих близких, реальных отношениях. Мы говорим, христианское общение, это имеет два измерения. Вертикальное, то, что мы сейчас говорим, наше общение с Богом. И горизонтальное. Одно еще значение этого слова, братья и сестры, не только взаимоотношения, мы говорили сопричастие или участие, быть сопричастным. Смотрите, как звучит этот стих немножко в другом переводе, если мы вставляем это слово сопричастие. Третий стих, который мы сегодня рассуждаем. То, что видели мы и слышали мы, возвещаем вам, чтобы и вы были сопричастны нам. А мы сопричастны Отцу и Сыну Его Иисусу Христу. Братья и сестры, интересное слово. Быть сопричастным, быть участным, вовлеченным кому-то, для кого-то, с кем-то, быть соединенным очень близко. Интересно, по отношению к Богу, братья и сестры, мы стали сопричастны самой Его жизни, Его природы. Интересно, как Иаков, Павел, Петр, Иоанн, они понимают эти вещи. И апостол Петр во втором послании, 1 глава, 4 стих, смотрите, он говорит, что мы стали причастниками Божьего естества, удалившись от господствующего в мире растения похотью. Мы стали сопричастниками Его самой жизни, а по отношению друг к другу мы стали причастниками общей жизни во Христе. Братья и сестры, по отношению друг к другу мы стали веточками на одной лозе. По отношению друг к другу, братья и сестры, по горизонтали мы стали вот этими живыми камнями в Церкви Божьей. Мы стали овечками в стадии Господа Иисуса Христа, Он является нашим пастырем. А в следующее воскресенье, когда мы придем сюда, братья и сестры, будет особое служение, правда? Будет хлеб и будет вино. И после молитвы брат-служитель возьмет хлеб и что сделает? Помолится, преломит, и мы услышим слова «Примите, едите, сея с тела мое за вас сломимое». Интересно, мы будем как апостол Павел раскрывать эту драгоценную истину сопричастности нашей. В послании Коринфянам, 10 глава, 16-17 стих, он пишет такие слова «Чаша благословения, которую благословляем, не если приобщение крови Христовой, хлеб, который преломляем, не если приобщение тела Христова, один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». Братья и сестры, мы во время Вечерей Господней редко употребляем слово «причастие». Больше говорим «вечеря», «воспоминания», но именно это слово «причастие», оно отображает истинный характер, то, что будет происходить в следующее воскресенье. Мы стали причастниками жизни с Богом, и мы стали причастниками тела Христова. Кто-то сказал такие прекрасные слова. У верующих есть одновременно привилегия и долг восполнять нужды друг друга, поскольку мы члены одного тела. Вот поэтому, братья и сестры, когда мы живем в нашей церкви, когда мы посещаем нашу церковь, молимся друг о друге, проводим различные служения, мы думаем и о других людей, потому что мы стали, братья и сестры, причастниками одного невидимого тела в маленькой церкви в селе Чинушино, Молдове, в городе Тир и Сидон, в Ливане, где трудится наш брат Мухаммед, в Казахстане, в Киргизии, Украине, России, многие-многие страны. Когда братья приезжают, просят, нужно помочь сиротам, вдовам, где-то построить молитвный дом, где-то восполнить нужды, братья и сестры, почему мы откликаемся? А потому, что мы имеем общение с отцом и сыном, с главой церкви, и мы имеем общение друг с другом. Вот почему участвуют в этом и жертвенность, и сопричастность, и взаимоотношения, и братские отношения. И поэтому Иоанн говорит, когда вы будете иметь это, И сие пишем вам цель его, чтобы радость ваша была, какая, братья и сестры, совершенная радость. Поэтому пусть Господь, братья и сестры, нас благословит. Когда у нас есть общение, мы физически собираемся где-то, братья и сестры, пусть вот это слово будет у нас, наши рассуждения, наши молитвы, наше песнопение, наша беседа. Тогда мы будем испытывать эту внутреннюю радость. Хотелось бы закончить и призвать к молитве одним текстом Священного Писания, как это практически было в церкви в Коринфянам, второе послание Коринфянам, апостол Павел в 8 главе пишет такие слова. Уведомляем с первого стиха, 2 Коринфянам, 8 глава. Уведомляем вам, братья, о благодати Божией данной церкви македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокой нищета их преизбыточествуют в богатстве их радушия, ибо они доброходны по силам и сверхсилке свидетель, они весьма убедительно просили нас принять дар и участие в служении святых, не только то, чего мы надеялись, но не отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божьим. Братья и сестры, это и есть практическое исполнение слов апостола Иоанна, которые он приглашает к общению. Меня поражают удивительные слова, ибо среди великого испытания скорбями они преизобилуют радостью. Братья и сестры, вот где секрет истинного духовного общения с Господом и друг с другом, а результат преизобилия радостью. Пусть Господь благословит нас, и пусть эти слова найдут отражение и применение в нашей жизни. Аминь. Помолимся. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok